Сверхординарные способности Несколько обескуражен тем, что мы сейчас в телеэфире нашего замечательного телеканала Такую сделали бесплатную рекламу оккультным услугам Ну ладно, я, кстати говоря, очень внимательно слушал И что я хочу сказать Вот раньше в архаических культурах вот эти люди Ну вот есть образ в русской сказке Баба-Яга То есть это вот где-то далеко, за лесами, за горами, за болотами Причем там избушка, как правило, к просящему задом смотрит Вот сегодня мы имеем такой вот удивительный просто наплыв Я вот слушая своего оппонента Я сразу хочу сказать, что это мой оппонент Эти люди, такие как вот наш сегодняшний гость в аудитории Не обладатели дара Они марионетки Потому что мы должны четко себе представлять Никакая энергия не возникает сама по себе Она всегда имеет свой источник Это и физика говорит, в том числе и духовная энергия Поэтому человек, который говорит о том, что он католик Он верит в Бога, но при этом редко бывает в церкви Да, это вот сегодня это статистическое большинство нашего белорусского народа Нам лучше всего развлекаться вот такими оккультными знаниями Скажите, а если вот эту энергию он получил против своей воли? Дело в том, что человек, который говорит о даре Божьем Да, этот человек, он совершенно четко имеет название Да, в практике любой, скажем, и римокатолической церкви, и православной Это святой Вот обратите внимание на святых, на их психологию На их состояние Это люди, которые чудотворили, совершали исцеление Это люди, которые считали себя самыми последними грешниками Это люди, которые, говоря о вере в Бога, никогда не отрицали церковь Все вот это сообщество, которое на сегодняшний день имеет доступ к медиаполю, к широким слоям населения Это гордецы, шарлатаны и те люди, которые стараются, в общем-то, заработать либо деньги, либо общественный статус А скажите, нет ли, ну вот со стороны может показаться, что церковь так нападает на этих людей? Потому что очень часто люди, которые называют себя экстрасенсами, пользуются вещами церковными Там и крестами, и иконами, и какими-то, ну нельзя сказать, заклинаниями, какими-то местами Ну свеч, очень много из церковных свечек делаются фигурки Да, более того, что они говорят о том, что они не работают с людьми некрещенными Нет, ничего не жалко Дело в том, что они не являются, по сути, они не являются христианами Вот, и если говорить о мистическом аспекте То в данном случае эти люди осуществляют свое служение сатане А можно сказать по-другому, что они просто фантазеры? Что они немножко заблуждаются Потому что служить сатане, это довольно серьезное обвинение Вы знаете, если бы мы в своей пастырской практике не имели случаев Очень мучительного освобождения от таких даров людей В том числе, вот у меня есть такой очень яркий пример Женщина, которая 10 лет посвятила себя авистийской астрологии Училась у известного Павла Глобы Активно консультировала наш политический и бизнес-истеблишмент Получала результаты И в какой-то момент Господь ей открыл, что она просто уже по всем рукам и ногам связана И для нее выход из этого состояния, отказ от так называемого дара Она заплатила очень дорого Это фактически лишение всякого физического здоровья, которое у нее было до этого отличным Это существование несколько лет буквально на грани жизни и смерти Это огромное нравственное мучение Оккультизм не предполагает нравственной ответственности Любое живое религиозное возвышенное чувство облагораживает человека И призывает его к нравственной ответственности Оккультизм это решение утилитарных, очень земных целей Причем, ну вот понимаете, когда человек обладает таким даром способности исцелять Так неужели он не мог предложить своему этому человеку, который выпил там накануне Слишком много алкоголя, просто попить рассола с утра И совершить прогулку по свежему воздуху Дарья, вопрос к вам На студии психолог Пархоменко Дарья, старший преподаватель Багуир Дарья, скажите, пожалуйста, вот как вы считаете, где эта грань между научными методами воздействия Вот как я говорила о гипнозе и магии Ведь, Дарья, не все, согласитесь, люди, которые себя вот к этим оккультистам причисляют в широком смысле Не все идут на программы, не все даже зарабатывают этим деньги Есть бабушки, которые, ну вот действительно к ней приходят Есть у нее вот что-то такое Она что-то как-то помогла, там что-то там вылечила, пошептала И у человека прошла там действительно какая-то небольшая болячка Ну, это же хорошо Я не берусь проводить какую-то такую вот жесткую грань Мне бы просто хотелось прокомментировать вот только что несколько фактов Прозвучавшие, да То есть вот на сегодняшний день, да уже не на сегодняшний день, а уже более 10 лет С момента, как у нас стала меняться социально-политическая программа, социально-политический строй В нашу жизнь такими плотными рядами входят маги, гадатели, прорицатели, астрологи Я ребенком помню, как вся страна прилипала просто к экрану Кашпировскому Что же нам наконец-то скажет Павел Глоба И мы, ну это такое поклонение шло То есть сначала шло поклонение Это потому что одну систему ценностей из людей вытащили, а на его место ничего нового не положили Я всегда объясняю, ну то есть всегда так происходит Это нормально для человеческой психики бояться нестабильности На сегодняшний день многие из нас находятся в таком психическом состоянии, что нет стабильности И поиск этой стабильности идет, ну, везде То есть вы намекаете на то, что люди, когда идут к экстрасенсам, они хотят узнать о своей нынешней ситуации, о своем будущем И жизнь понимает, что они проживут до 100 лет, что все у них будет хорошо Что они знают, что у них там будет 3 жены, 5 детей И как бы понимая, что впереди у них большие жизненные планы, они себя спокойно чувствуют Можно я буду немножко сложными словами говорить? Давайте Да, есть такое понятие, как точка бифуркации или точка нестабильности Здесь закончились сложные слова Да, слава богу Так, точка бифуркации Так вот, в точках нестабильности человек, когда не знает, что его ждет, когда ему непонятно, что происходит А сейчас мы просто, ну, в таком объеме и потоке информации, что нам сложно разобраться И мы в этот момент настолько внушаемы, мы готовы схватиться за, ну, любую самую сказочную реальность Количество людей, которые в 90-х верили в Кашпировского и Павла Глобу и сейчас несопоставимо Сейчас это, ну, нельзя сказать, что там эти люди как-то вот их там прям совсем нет Просто из телевизоров Кашпировский ушел, они же все локализуются по домам, по квартирам Реальными обращаются гораздо менее глобальными сейчас, знаете, там, дочку в университет поступить, можешь там чем-нибудь пошептать на ректора и все Бытовая магия, она всегда существовала в народе, и я так скажу, ну, вообще очень скептически относилась всегда к таким вещам Не верите в это? А вот если чисто теоретически сейчас возьмут кто-нибудь из представителей наших оккультных сил и какую-то вещь расскажет про вас, которую, ну, просто, ну, неоткуда узнать, кроме как вот Ну, всегда можно узнать Всегда можно, то есть вы в любом случае не поверите Я выступлю защитником Дарьи, совершу молитву, и никакие вот эти всякие пассы или всевозможные дарования Спасибо большое Не будут воздействовать на нее, зачем разрушать человека Эзотерика, экстрасенсорика, магия Кто из людей знает больше обычного и почему? Продолжим рассуждать после рекламы на телеканале СТВ, не переключайтесь Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!